В доме 102 по Молдогвардейской в некоторых комнатах нет отопления. Жители считают, что перебои связаны с изменениями конструкции системы, которую проводили собственники помещения на первом этаже. Раньше там располагалось дошкольное заведение, но в 2009 году помещение было продано. Новые владельцы провели ремонт, после чего и начались проблемы с отоплением. Чтобы решить этот вопрос, жители обратились к главе города Элине Лапушкиной на личном приеме. Мэр поручил районной администрации совместно с прокуратурой, ГЖИ и управляющей компанией выйти на место, проверить систему отопления и выяснить, как владельцы помещения на первом этаже могли повлиять на возникшие трудности. Нам надо до конца довести это дело. С нашей стороны давайте мы все-таки проведем расследование, кому было передано это помещение. О своих трудностях рассказали жители дома номер 121 по Красноармейской. В 2010 году им отремонтировали крышу, но работы выполнили некачественно. Теперь кровля течет, а из-за частых засоров внутриквартальной канализации периодически подтапливает и подвал дома. Чтобы решить эту проблему, глава Самары обратится в ресурсоснабжающую организацию, в которой необходимо сделать гидропромывку своих сетей. А за крышей поручили внимательнее следить управляющей компании. Специалистам предстоит ее чаще чистить и убираться на чердаке, чтобы влага не попадала в квартиры жителей, а также выполнить поддерживающий ремонт. Договорились, протокол записали, вы меня держите в курсе. Выполняются ли наши с вами договоренности? Выслушала глава города и жителей дома номер один по улице Парниковой. Они просят выполнить ремонт фасада. В 2017 году рядом сгорел частный дом. Огонь повредил наружный утеплитель. Глава Самары поручила районным властям посодействовать жителям в переносе капитального ремонта на более ранний срок, чтобы восстановить фасад. Также жители просят сделать новую детскую площадку. Глава района доложил, что площадку установят в рамках регионального проекта содействия. Этот адрес уже внесен в план на 2023 год. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.